Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и в самом начале этого видео я хочу сделать признание. Я не люблю жанр экстракшн-шутеров и его главного представителя Escape from Tarkov. И тут дело не в том, что я казуал или зажал жалкие 250 баксов для Никиточки на топовое издание Таркова. Вовсе нет, моя проблема совсем в другом. Вообще, многие говорят, что эта проблема идёт из детства. И да, ещё в детском саду я понял, что я натурал. Ты чё пи***дишь? Ладно, если серьёзно, то в этом видео я вам поведаю, почему я не люблю Тарков и другие похожие шутеры, а также расскажу, как игра Greyzone Warfare, которая внезапно экстракшн-шутером является, смогла-таки меня при этом нехило в себя затянуть. Greyzone вышла в раннем доступе 30 апреля и сумела прямо со старта наделать шуму. Шум, правда, был не такой, как хотели бы разработчики, выпускавшие игру прямо под скандал с новым изданием Таркова, о котором я рассказывал вам пару видео назад. На будущее, господа разработчики, знайте, что если вы выпускаете игру под хейт своего прямого конкурента, но при этом сами налажаете с запуском, то вы скорее получите больше негатива от уже разогретых жоп геймеров, а не меньше. Короче, как вы поняли, отзывы на старте у игры были не самые хорошие. Однако вот, совсем на днях разработчики отчитались о более чем 900 тысячах проданных копий за первый месяц продаж. И мы сегодня с вами попробуем разобраться, ну как же так получилось? Ну и если вдруг вы не в курсе, Greyzone это такой тактический экстракшн-шутер, многие нарекали его убийце Таркова, но убийства так и не случилось. Однако сам я наиграл в Горизон более 40 часов с момента релиза. Всё это время я следил за обновами и сегодня наконец готов высказать вам своё драгоценное и никому не нужное мнение по поводу этой игры. И скажу сразу, что выражать я буду не самую популярную сегодня точку зрения. Понимаете, дело в том, что игра мне понравилась. Ты чё, ебутый? Да, это может показаться странным, но я не буду проводить в игре десятки часов, если она мне не нравится, как некоторые гении из обзоров. У нас на игру принято ругать и орать, что Тарков не убит, что разрабы обосрались и бла-бла-бла. Поэтому я решил сделать это видео, где я поделюсь своими впечатлениями об игре. Расскажу, почему это вовсе не Тарков, расскажу, какие изменения планируют разработчики в будущем и стоит ли вообще эту игру покупать. Ну а перед этим я вежливо, как всегда, вам напомню, что если вы хотите поддержать мой канал, вдруг у вас есть такое желание, вы можете подписаться на Boosty и смотреть там эксклюзивные видео с неудачными дублями своих... Вот примерно такое, короче, да. Своих видео, в которых, кстати, до сих пор нет рекламы, надеюсь, вы это цените. Ну и, конечно же, как всегда, я призываю всех подписываться на нашу телегу и на Twitch, чтобы быть в курсе последних новостей канала и общаться со мной не только в комментариях, но и в онлайне. А мы, наконец, начинаем. Погнали. Давайте сразу поставим все точки над И. Да, я не люблю экстракшн-шутеры. Я не говорю, что все, кто любит этот жанр или Тарков, дураки и играют в какую-то хрень. Нет. Это все вкусовщина, и это стоит понимать. И вот лично мне как-то всегда оказалась ужасно душной сама игровая концепция. Вышел на локу, полутался, помер, все просрал. Ну, либо не помер, вынес хабар, только для того, чтобы потом снова пойти за хабаром. Короче, как-то, блин, мне все это казалось, ну, не знаю, немножко бессмысленным, что ли. И даже в Hunt Showdown, который мне показался довольно крутым, там были клевые боссы, офигенная атмосфера и саунд-дизайн, вот эта вот концепция экстракшн-шутеров меня от него отталкивала. А если уж говорить про всеми любимые Тарков, то лично мне там были очень неприятные кисельные стрельба и передвижение персонажей. Какая-то слишком контрастная, шумная графика и жутко громкие бесячие звуки. И перед тем, как тарковчане начнут меня засирать и орать, что я казуал, что, кстати, правда, я хоть и люблю хардкорные игры, но руки мне бутигом прогладить был бы неплохо. Так вот, я ещё расскажу, это всё вкусовщина, лично мне тарков не нравится и кажется душным, однако я уже говорил, что признаю его влияние на жанр и вклад в развитие индустрии в целом. Это действительно значимый продукт, который я уважаю, но в него не играю. Ими право, вполне. Поэтому рассказывать про Грейзон я буду не как бывший тарковчанин, убежавший оттуда, потому что разрабы совсем охуели, ну, либо просто потому что мне там надоело. Рассказывать я буду как человек, который просто любит шутеры. В том числе хардкорные, как, например, Инсёрженси. Именно Инсёрженси в своё время пересадил меня с казуальных Call of Duty и батлы с их долгами ТТК на что-то более хардкорное, где можно отлететь с одной пули. Поэтому, когда анонсировали Грейзон, я решил дать игре шанс и купил его сразу в день релиза. И вот день релиза у Грейзон вышел, так сказать, ПАУЗА, НЕ ОЧЕНЬ Да, я сразу купил игру, как только она появилась в Тиме, но почти моментально же об этом и пожалел, потому что отзывы у игры были отвратительные. Ругали совершенно не рабочую производительность. Страшные лаги серверов, среди этого массового плача и ругани почти невозможно было отыскать критику самого проекта, отзывы о геймплее и так далее. А, и ещё орали про русофобию, что сейчас очень модно. Я на самом деле не хочу подробно затрагивать эту тему, но скажу только, что если вы сейчас просто возьмёте, скачаете игру и будете в неё играть, то никакой русофобии в игре вы не найдёте. Ну, если вы не поехавшие, конечно, поехавшие найдут её везде. По мнению некоторых ребят, например, и я русофоб, потому что мне не нравятся смуты, и я не люблю кушать кал с лопаты. И вот меня больше беспокоили отзывы о кошмарной производительности в игре. Читая их, я подумал, что всё, ну вот он очередной мертворождённый проект, который умер прямо на старте. Но дело в том, что проверить сам я это не мог, я находился тогда не дома, и решил всё же подождать с рефандом, пока не попробую игру на своём монструозном домашнем ПК. Всё же он у меня гораздо мощнее, чем в среднем по больнице. Ну вы знаете, эти ебучие стримеры, ютуберы с компами серии, какой ты такой себе купишь? Ненавижу их. Чёрный перец тоже ненавижу. Короче, приехав домой через пару дней, я установил игру, ожидая, что поиграю минут 15-20, снесу её и сделаю рефанд. Но не тут-то было. Запустив игру, я с удивлением обнаружил, что, выставив все настройки на максимальные, каких-то страшных проблем с производительностью я не наблюдаю. Да, были небольшие просадки, были фрезы при подгрузке локаций, когда летишь по карте на вертолёте. Однако в целом всё было более чем играбельно. Да я знаю, знаю, что комп у меня, конечно, очень мощный, но я напоминаю, что я играю в 4К на максимальных настройках. Как я понял, за те пару дней, которых я отсутствовал дома и не мог оценить игру, разработчики успели исправить критические проблемы с производительностью, что, по моему мнению, достойно похвалы. Собственно, отзывы в Steam тоже на это отреагировали и поднялись с 30% положительных до 60% с лишним. Это, конечно, всё ещё не очень много, потому что у игры всё ещё есть проблемы, о которых я расскажу чуть позже. Итак, давайте уже наконец обсудим саму игру и попробуем разобраться, как же так вышло, что она мне понравилась, учитывая, что подобное я не люблю. И начнём мы с графики. Игра создана на движке Unreal Engine 5, что как бы само по себе означает в большинстве случаев очень добротную картинку. Много уважаемый Dead Peace 47 пытался обесценивать работу художников, намекая на то, что в пятом Unreal есть куча классных ассетов леса для использования. Но, поверьте мне, даже ассеты можно криво разместить на карте. Кроме того, ни одним лесом эта игра хороша. Детализация оружия тоже на высшем уровне. Если вы наяриваете кукан на пушке, то эта игра вас, несомненно, порадует и подарит вам хорошую эрекцию на время игры. Деревушки в игре сделаны с душой, и со временем ты начнёшь узнавать определённые места, как бы учить эту карту, как в самых любимых своих шутанах. Потому что дома здесь не просто рандомно понатыканы, а составляют хорошую композицию, похожую на реальность. Можно отметить разве что бедноватую детализацию внутренних помещений. Там не так всё плохо, но могло быть и лучше. Ну и добавлю, что в игре отличные некисельные анимации, которые не раздражают. Освещение, понятное дело, благодаря движку, тоже выглядит отлично, особенно в лесу. И вот всё вот это создаёт атмосферу того, что вы действительно находитесь в горячей точке, где-то в тропическом месте. Всё это отлично играет на погружении. Вообще, мерсивность в Грейзон на самом деле играет не последнюю роль, и дело тут не только в графике. Отмечу ещё и звуки. Тут всё тоже, по большей части, хорошо. Оружие звучит интересно и мощно. Чувствуешь, что шмаляешь не из какой-то пукалки. Что же касается почти всех сопровождающих звуков. Передвижения, лутания, лечения, вертолётов и так далее. Они все хорошо исполнены и слышны на больших расстояниях, что в подобного рода тактической игре очень важно. При этом нету ощущения вот этой вот перекомпрессованности, как было у Таркова. Там прям какая-то СМР-игра была. Каждый звук был очень громким. Он бил по ушам. Многие называют это смачными звуками. Я лично называю это раздражающими звуками. У меня, между прочим, мизофония. Так что прошу над больным человеком не издеваться. Но у Грызон тут тоже есть один раздражающий звук. И это ЕБУЧИЕ КОМАРЫ. Дело в том, что когда вы сидите на месте, разработчики добавили очень раздражающий и громкий звук комара, который летает где-то возле вашего уха. Сделано это якобы для того, чтобы вы не сидели и не кемперили. Ну типа, чтобы был такой какой-то раздражающий фактор. И да, это у них отлично получилось. Но, блять, ребята, ну зачем же так издеваться-то? В общем, вот этот момент довольно спорный. Но в остальном звук в игре отличный. Но да, конечно, я понимаю, что всем нам ясно. Самое важное в игре это геймплей. Потому что никто не будет сидеть в игре десятки и сотни часов, просто чтобы любоваться красотами и слушать звуки. И у меня были опасения насчет геймплея этой игры. И даже сейчас, спустя 40 тысяч часов, я вижу большое количество спорных моментов. Однако в общем и целом геймплей в игре отличный. И вот почему. Во-первых, ганплей и все, что связано с оружием. Стрельба в игре реализована на высшем уровне, как по мне. Я знаю, что это по большей части тоже вкусовщина. Кто-то любит аркадную стрельбу а-ля Call of Duty. Кому-то ближе такая аркадная, но чуть более завязанная на баллистике стрельба из батлы. Кто-то любит замороченную стрельбу из инсёженсе с конской отдачей. А кому-то, прости господи, нравится стрельба в X-Define. Короче, это я все снова к тому, что тут на вкус и цвет. И вот как по мне, на мой вкус, в грейзон просто идеальная стрельба. Стрелять в меру тяжело, все пушки чувствуются по-разному. Я даже скажу, что все прицелы чувствуются по-разному. Отдача, хоть и конская местами, но не так, чтобы стрелять было совсем невозможно. Ибо я умудрялся-таки снимать врагов в голову с калаша без прицела. Короче, тут, как по мне, прям какой-то идеальный баланс между удобством и хардкорностью. Добавьте сюда различные типы патронов, характеристики оружия и его интересную, замороченную кастомизацию. Стариную, конечно же, у Таркова. В этой кастомизации, скажу вам, без гайдов не разберешься. И вот в совокупности вы в итоге получите великолепный ганплей с изрядной долей ганпорно. Всем любителям оружия точно зайдет. И никакой кисельности тут нет и в помине. Продвигается персонаж быстро, целится тоже в меняемое количество времени. Может это и слегка аркадно, но игре это идет на пользу. К сожалению, иногда наш персонаж застревает в каких-то корягах, да. Плюс тут не очень быстрый стрейф. Но в остальном придраться тут не к чему. Далее по геймплею. Квисты и прокачка торговцев. С первого взгляда кажется, что это максимально унылые квисты. А вот со второго взгляда вы точно понимаете, что так оно и есть. Да, квистами это можно назвать с большой натяжкой. Стандартные, пойди, возьми, принеси, походи рядом с кучкой навоза и так далее. Но фишка этих квистов не в самих заданиях, а в игровых ситуациях, которые они создают. Они заставляют тебя исследовать карту. Часто, чтобы где-то что-то забрать, надо пробиться через немалое количество вражин. И вот вы стреляете с ними, у вас заканчиваются патроны. Тут внезапно появляется какой-то игрок. Вы просите его о помощи, отстреливаетесь оба. Пытаетесь лутать трупы в это время параллельно, чтобы у вас было хотя бы чем отстреливаться. Его убивают, вы остаетесь один. Потом он прибегает голый, лутает свою трупы. Вы еле-еле вдвоем справляетесь со всем и забираете, наконец, проклятый квестный предмет. И вот такого в игре много. Ситуации реально забавные и интересные. Все перестрелки при этом напряженные. Вы сейчас вообще делают игру иногда похожей на Days. Ибо совсем пропадает ощущение вот этого экстракшн-шутера, где ты вышел просто полутаться и вернуться на базу. Карту при этом почему-то, я даже не знаю, как-то объяснить. Хочется исследовать. Хоть я знаю, что многие скажут, что там нет ничего интересного. Она пустая. И будут даже правы, но она как-то так сделана, что реально хочется залеть в каждый уголок. И вот в этом фишка, что, понимаете, изначально у меня насчет геймплея были сомнения, так как я напоминаю, я не любитель экстракшн-шутеров. Мне не нравилась идея того, что из-за своих кривых рук я могу просрать все, что у меня есть, и не иметь возможность бегать с той пушкой, которой мне хочется попробовать. Или просто менять пушки ради разнообразия. Одно дело такие проблемы в выживалке вроде Days, а другое дело именно шутер. Плюс я не люблю вот эти вот ограниченные локации. Это тоже как-то не мое. Я всегда любил одну большую карту. И вот эта игра решала все эти проблемы. За квесты выдается приличный денег, так что совсем без пушек вы не останетесь. Плюс сбот в бомжей всегда можно что-то налутать, чтобы продать или использовать. Да, пушки там не особо крутые, но все же. Плюс в игре реально интересно качаться, открывать новые территории, оружие, собирать пушки по гайдам и так далее. Элементы выживания вроде покушать и попить тут совсем минимально отвлекают и работают скорее на погружение. Система здоровья и лечения сначала кажется немножко замороченной, но в итоге ты быстро разбираешься в ней и понимаешь, что надо использовать для разных симптомов. И в итоге, если вы меня спросите, ну вот, что ты думаешь по поводу грейзон, я бы резюмировал тут так. Это экстракшн-шутер, который разработчики постарались сделать максимально недушным. Ну, посудите сами, в игре сразу на старте, без всяких доплат и апгрейдов, доступен ПВЕ-режим. И вот ты идешь на ПВЕ-серваки, спокойно играешь с друзьями против ботов, лутаешь пушки, прокачиваешь персонажей и торговцев, учишься играть, учишь карту и так далее. И вот захочется тебе анальной кары в ПВП, да? Так ты же можешь спокойно переключиться своим же персонажем, со всем своим лутом на ПВП-сервак и пойти сливать свои пушки и освобождать местное хранилище. И никто у тебя за это не просит 250 баксов. Стандартное издание игры стоит 35 долларов. И дальше, уже в зависимости от своего желания поддержать разработчиков, ты можешь дугубать апгрейды, каждый из которых стоит около 20 долларов. А если мы говорим про рубли, то тут все еще приятней. Стандарт стоит 1200, а за каждый из трех апгрейдов просят от 700 до 800 рублей. Ну красавчики же нет. Однако не все в игре так радужно, давайте же наконец обсудим ее проблемы. И начнем мы с АТК. Он тут вроде бы реалистичный, то есть выстрел в голову, убивает моментально. Да и не в голову можно в принципе-то отъехать от одной пульки иногда. Но, как говорят некоторые мои соотечественники, Я уже упоминал, что в игре есть разные виды патронов, и вот некоторые из них такие слабые, что в корпус убить врага ими практически нереально, только в голову. Плюс такое ощущение, что урон от пуль уменьшается в зависимости от расстояния, и иногда надо даже целый рожок во врага расстрелять, что для игры подобного жанра, как по мне, ну немножко странно. Да, я понимаю, есть броники, есть шлемы, и надо как-то оправдывать покупку более дорогих патронов и снаряжения, но такое ощущение, что разрабы тут, ну как-то немножко переборчили с этим. Может быть в будущем будет какой-то перебаланс, потому что сейчас иногда, ну очень странные перестрелки с какими-то неубиваемыми врагами. При этом они сами могут тебя из самой галимой пушки, из ебеней снять с одного выстрела. Далее, передвижение по карте на своих двоих, особенно учитывая то, что у персонажа есть стамина, займет у вас уйму времени, поэтому для быстрой высадки в нужные вам локации используется вертолет. И поначалу я думал, что это дико круто и иммерсивно. И так в принципе-то и есть, конечно, однако разработчики зачем-то решили ограничить количество вертолетов, доступных на сервере, до четырех. И в итоге бывают такие ситуации, что ты по пять-десять минут не можешь вызвать себе вертолет, потому что он занят. И приходится как дурачку стоять на месте, просто с открытой картой и постоянно его вызывать. Занятие, скажу я вам, не самое увлекательное. Мне кажется, неплохо было бы увеличить количество вертолетов, чтобы ждать надо было не больше 1-2 минут, а не по 5-10. Ну и конечно же, крысятничество около точек высадки надо тоже как-то решать. Это проблема всех экстракшн-шутеров. Крыс никто не любит. Подрочил на крыс в армии в сортире. Следующая проблема – маленькое количество лута на карте. Думаю, было бы неплохо добавить побольше всяких предметов в помещение, которое можно было бы собирать и продавать, как это реализовано, например, в том же Таркове. Да, на карте можно найти специальные места, где находятся определенные контейнеры с пушками и лутом, но сильно не хватает каких-нибудь там драгоценностей или чего-нибудь подобного, чтобы эксплоринг вознаграждался как-то, ну, побольше, чем это реализовано на данный момент. Ну и конечно же, ваши самые любимые – технические проблемы. Они, к сожалению, у игры все еще имеются. Если у вас карта ниже, чем 360, то я бы вам особо не советовал эту игру. Так как даже после исправления основных косяков она все еще очень требовательна к железу. В принципе, разрабы этого не скрывают и показывают нам в минимальных системных требованиях как раз ту самую 3060. Хотя кто-то там делился в обзорах, что вполне себе комфортно играет и на 20-й серии карт на минимальных настройках. Но на самом деле основная техническая проблема тут – это сервера. Спустя месяц после выхода в раннем доступе ситуация стала чуть лучше. Однако они все еще часто лагают, и тебя может просто выбить посреди катки. Благо разработчики со временем это поняли и работают в этом направлении. Телепортов стало сильно меньше, чем даже пару недель назад. Плюс добавили возможность вернуться прямо туда, откуда тебя выбило. Короче, видно, что разрабы что-то пытаются сделать, но надо стараться больше, быстрее и лучше. Ибо проблема очень неприятная и максимально критическая. Лагучие сервера в подобной игре – это очень и очень плохо. И опять же, суммируя все сказанное про игру, мне хочется сказать то, что мне кажется довольно очевидным, но почему-то это не все видят. Эта игра находится в раннем доступе и обладает всеми проблемами этого самого раннего доступа. Да, у нас есть проекты-исключения, где в раннем доступе все замечательно и классно работает, но абсолютное большинство проектов, к сожалению, в раннем доступе, выходят недопиленными, потому что это альфа-версии или пре-альфа-версии. При этом разрабы за этот месяц с небольшим уже выкатили большое количество овнов, исправляющие большое количество проблем. Да, эта игра уступает Таркову по количеству контента. Но разве это так удивительно? Тарков разрабатывается уже 7 лет, а эта игра вышла только месяц назад. Причем многие траковчане пишут, что Тарков на старте был в куда более худшем состоянии, чем эта игра. Я смотрел два видео про эту игру, одно позитивное у Киряши и одно негативное у Дэдпи-47. И вот мнение Киряши мне тут ближе. Он въехал в иммерсивность и атмосферу. Он оценил стрельбу и напряженность игры. От себя я тут добавлю, что уровень духоты ниже, чем в Таркове, и есть люди, которым это действительно важно. А Дед же высказался в таком ключе, что, мол, эта игра на пару месяцев, а потом о ней забудут. И, к сожалению, он тут тоже может быть прав. При этом сам же Дэдпи на стримах по этой игре говорил, что у игры ебейший потенциал. И здесь я с ним тоже на все 100% согласен. Нет такого ощущения, что игра на неделю. Есть, есть. Пиздец как. Но я думаю, что это игра, к которой я буду возвращаться. Типа, я надеюсь, что разработчики ее не бросят. По идее, у них сейчас дохуя бабла с Урлякс СН. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Но потенциал есть, потенциал ебейший. Короче, мое мнение тут такое. Если вы ищите прям замену Таркову, то этой игры может быть для вас как-то, ну, немножко недостаточно. Просто потому, что она отступает Таркову по количеству контента. Однако, если вы понимаете, что такое ранний доступ, если у вас мощный ПК и вам хочется чего-то менее душного, то вы вполне можете дать шанс этой игре. Тем более, я напоминаю, в игре сразу доступен ПВЕ режим за 35 долларов или 1200 рублей, а не за 5-11 тысяч или 250 баксов. И вот если разработчики эту игру не забросят и будут прислушиваться к сообществу, то будет совсем хорошо. К тому же, они сообщали в своем Дискорде о каких-то грандиозных планах на будущее, что в игру и смену дня и ночи добавят, и кучу оружия подвезут, и биомы различные рандомные события на карте сделают, будут улучшать геймплей, улучшать искусственный интеллект противников, усовершенствуют прогресс во фракциях, хотят добавить различные элементы выживания, типа заражения от воды, добавят крафтинг и, короче, будут всячески углублять и расширять геймплей и его возможности. И я надеюсь, что это не пустые слова. На данный момент разработчики неплохо работают с аудиторией, регулярно отвечают в Дискорде и публикуют новости, выливают хотфиксы и так далее. Короче, у игры действительно есть потенциал. И поэтому я взял себе максимальное издание в надежде, что разработчики будут развивать этот проект. Именно так и работает ранний доступ. Игра уже подарила мне десятки часов удовольствия, и я совсем не жалею, что ее купил. Планы разработчиков очень амбициозны. И да, не факт, что они все будут реализованы. Это тоже всегда надо учитывать. Так что подумайте, решите для себя, достаточно ли вам того, что сейчас есть в этой игре, и потянет ли ваш ПК ее перед тем, как купить. Если вдруг сомневаетесь, тогда подождите полгодика, годик, посмотрите, как будет развиваться проект. А если же вам такое в целом заходит, и комп у вас приличный, то, учитывая цену в 1200 рублей, вполне можно поддержать разрабов. Вот, все. Я все сказал. Надеюсь, никого не обидел. Обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу этой игры. Напоминаю про бусте, телегу и твич. Большое спасибо отдельно всем, кто посмотрел до конца, кто подписывается на канал, и кто всячески активничает. Очень вас всех люблю. Респектую вам жестко. А на сегодня это все. Хороших всем игр и жестких респект. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok